В эфире телеканал Лобобруйск 360. Итоги недели. С вами Мария Пересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Заработная плата, промышленность, экология и новые социальные объекты. Расскажем, о чем еще говорили журналисты на пресс-конференции с губернатором. Они знают цену человеческой жизни. День спасателя отмечают в Беларуси. Крещение Господне или Бога явления. Православные верующие отмечают один из главных праздников. Романсы, симфонии и сонаты. Покажем, как завершился музыкальный проект памяти Владимира Оловникова. Также в итогах недели каждый заплатит по счетам. Тарифы на услуги ЖКХ станут более справедливыми. Объясним, в чем дело. И сначала пожары, затем ливни. В некоторых районах Сиднея объявлено штормовое предупреждение. Разговор с журналистами о важном. Председатель Могилевского облсполкома Леонид Заяц на неделе провел пресс-конференцию для представителей республиканских и региональных СМИ по итогам развития области в 2019 и планам на нынешний год. К слову, дата разговора об актуальном оказалась не случайной. Встреча прошла в день образования Могилевской области. Региону исполнилось 82 года. Это значимый промежуток времени, в котором достигнуты высокие результаты. Но это не повод останавливаться на достигнутом. Обо всем по порядку расскажем прямо сейчас. Могилевская область отмечает 82-ю годовщину. Потому самое время подвести итоги 2019-го и наметить планы на 20-й. Как раз этому председатель Могилевского облсполкома и посвятил пресс-конференцию. Журналистами республиканских и региональных СМИ Леонид Заяц обсудил актуальные вопросы – социальные и экономические. Среди них сельское хозяйство, качество воды, открытие социальных объектов, новые производства и, конечно, оплата труда. Прогнозируется, что по итогам прошлого года среднемесячная зарплата жителей нашего региона составит 890 рублей. Конечно, это очень низкая заработная плата для жителей Могилева, Могилевской области. Мы ставим перед собой цель, что я сказал, достигнуть еще не менее 1000 рублей в 2020 году. Для этого мы проанализировали свои возможности, посмотрели на свои резервы. Мы сделали программу развития каждого района, каждого предприятия на 2020 год. Экспертные группы приняли эти задания. Основные условия для роста заработной платы – это модернизация существующих предприятий, а также создание новых высокотехнологичных производств, которые обеспечивают высокий уровень производительности труда. Не стоит забывать и о развитии малого и среднего бизнеса, отметил губернатор. В Могилевском районе малый и средний бизнес в бюджете занимает практически 75%. В Бобруйске – 46%, в 54% в Кустюковском районе. То есть это очень серьезный резерв, который кроется сегодня в городах нашей Могилевской области. Поэтому надо воспользоваться этой возможностью. Талантливых, перспективных, перспективным людям необходимо помогать. Продолжится также и техническое переоснащение сельскохозяйственных организаций области. Планируется дальнейшее развитие животноводческой отрасли. Точками роста прежде всего должны стать новые проекты. Один из них – строительство свиноводческого комплекса в Славгородском районе. Там же откроют инновационное производство кондитерских изделий с бобруйской пропиской. «Приятие известное на нашей стране «Красный пищевик», которое развивает кондитерский цех. Там будут задействованы более 50 человек, 98 рабочих мест создается. Объем инвестиций – 24,5 миллиона рублей. Этот цех заработает в конце 2020 года». С ноября 2019-го также началась и разработка проектно-сметной документации мусороперерабатывающего завода, который застройщик «Белкомунпроект» возведет в Бобруйском районе возле агрогородка Вишневка. Новое предприятие станет общей площадкой по сбору твердых бытовых отходов. «Там будут собираться бытовые отходы Сосиповичска, Глузка, Бобруйска, города Бобруйска, города Сиповичска, Кличевска и Кировской районы. Там же будут сортироваться, там же будут перерабатываться, там же будут утилизироваться. Поэтому выделены средства в размере 40 миллионов рублей и завершение строительства 2020-2022 год». Основной задачей на 2020 отметил Леонид Константинович остается и введение в эксплуатацию важных социальных объектов. Если говорить об Бобруйске, то это детская больница, которая сейчас на стадии реконструкции, и детский сад в 7 микрорайоне. Резюмируя встречу, председатель Могилевского облсполкома подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы социально и экономически улучшить жизнь жителей нашего региона. Мария Бересневич, Виталий Овсеенко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Они ликвидируют пожары, приходят на помощь на дорогах, в воде и в лесу. Сегодня в Беларуси отмечают мужественный праздник – День спасателя. Самим же органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям исполнился 21 год. За это время спасены эвакуированные тысячи людей и ликвидированы сотни тысяч ЧУЭС. А самолетами ведомства отправлены тонны гуманитарной помощи. Но Бобруйск уже в 17-й раз в преддверии профессионального праздника собрал друзей спасателей из Польши, Эстонии, Латвии и России. Команды боролись за почетный трофей. Кубок председателя Бобруйского госполкома Максим Кембель продолжит тему. На них лежит весь спектр аварийно-спасательных работ. С ростом прогресса происшествие становится все сложнее и технологичнее. А значит в этой вечной гонке у спасателей нет права на прогресс. Ведь на кону стоят наши жизни. Внимание, три отделения на выезд. Три отделения на выезд. Улица Жлобинская, 4, загорание дома. Улица Жлобинская, 4, загорание дома. Это не кадры из фильма, а реальная жизнь. Вот так примерно проходит тревога у любого подразделения МЧС. Где бы ни находились сотрудники. Обучение в классе, обед в столовой или тренировка в зале. По этому сигналу они понимают на кону каждая секунда. Как правило, информация от диспетчера поступает самая скутная. На объяснение нет времени. Что случилось, если пострадавшей нужна ли им помощь. Порой об этом ничего не известно. Диспетчеры это уши города. Сами они ничего не видят. Вся картина открывается спасателям после того, как они окажутся в эпицентре катастрофы. Мастер-спасатель Сергей Траулько осуществил мечту детства. В 2011-м пришел в службу МЧС и не прогадал. За годы работы ни один спасенный человек и сотни ликвидированных чрезвычайных ситуаций. Пожар, наводнение или катастрофа – они первыми приходят на помощь. Впрочем, спасать других, признается Сергей, для работников МЧС уже часть собственной жизни. Всегда нравились большие красные пожарные машины, люди в форме МЧС. Профессия благородная, мужественная, авторитетная. И с каждым годом авторитет мы все больше и больше завоевываем население. Нам доверяют, нас любят, нас верят. Тяжело в учении, легко в баю. Такого принципа придерживаются сотрудники МЧС. Ежедневно отрабатывая самые разнообразные ситуации и пути выхода из них. Сегодня у Сергея и его коллег тренировка на воде. План таков. Патрулируя водное пространство города, спасатели видят тонущего человека и спешат к нему на помощь. Все просто на бумаге, но не на деле. Ведь здесь дорога каждая секунда. Человек спасен слышится по радиостанции. А значит задача выполнена. Да, пусть это тренировка, но даже тут спасатели показали сплоченную и профессиональную работу. Работа действительно тяжелая. Тяжело очень физически, морально-психологически. Оттачиваем мастерство свое спасения людей на занятиях, тактико-специальных занятиях. Ежедневно у нас проводятся занятия, учения по тушению пожара, ликвидации ЧС, такого рода. Сила штангиста, скорость спринтера и ловкость гимнаста. Спасателю не обойтись без качеств высококлассного атлета. Спорт в крови у каждого работника МЧС. И уже по хорошей традиции, накануне своего профессионального праздника, пожарные из Белоруссии, России, Польши, Эстонии и Латвии выявляли сильнейших на спортивных площадках города. 13 команд, 3 соревновательных дня и только один чемпион. На кону стоял кубок председателя Бобруйского горисполкома. Трофей, который искал своего обладателя в 17-й раз. 15 января в концертном зале Дворца искусств турнир был торжественно открыт. 17-й ежегодный открытый турнир среди подразделений пожарных спасателей объявляется открытым. Открыл соревновательную часть волейбол. Все команды были настроены на победу. Здесь не было слабых, все бились до последнего за каждое очко. В результате третье место у Бобруйск-2, второе у команды Латвии, первое у Бобруйск-1. Следующей дисциплиной стал пожарно-прикладной спорт, подъем по штормовой лестнице. С каждым годом организаторы не устоят отмечать высокий уровень подготовки участников. А то, с какой скоростью и динамикой команды преодолевали этажи башни, действительно заслуживает уважения. Закрывал соревновательную часть самый эмоциональный вид спорта – мини-футбол. Подкаты, удары, штанги и перекладины мастера гладкого покрытия сражались за каждый миллиметр площадки. После всех спортивных баталий наступило время назвать имя обладателя Кубка председателя Бобруйского горисполкома. Трофей завоевала команда «Бобруйск-1». Второе место заняли спортсмены из Бобруйск-2. Бронзовые награды у Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Вы видите, какие команды здесь участвуют. Это из ближнего зарубежья, команды Польши, Латвии, России. Значит, дух страстей, дух накала. Было видно, как ребята сегодня стояли, как они воспринимали те награды, которые они принимали. Ну, конечно, победила дружба, это в первую очередь. Фото на память, крепкие рукопожатия и слова благодарности за потрясающий праздник. Впечатления только позитивные, все на самом деле замечательно, организовано, город замечательный, люди все улыбчивые. Впечатления только положительные. Самое основное, наверное, достигается на этом турнире, это то, что ребята общаются между собой, делятся впечатлениями, делятся своим опытом. Мы смотрели тоже город, нам очень нравится, приезжаем шестой год подряд. Тут, ну, я думаю, что будем приезжать, нам очень нравится. Все понравилось, на хорошем уровне, хорошая команда, конкуренция очень сильная. Уважаемые друзья, я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех спасателей нашей страны с наступающим профессиональным праздником и, конечно же, крещением. К категории спасателей, наверное, относятся не только профессиональные спасатели, но и те люди, которые своими действиями и поступками помогают другим людям, и не только людям. И, на мой взгляд, это самая благородная профессия. Счастье, здоровье, благополучие, удачи, мужества и героизма в выполнении прекрасной миссии. Спасибо. 17-й международный турнир спасателей пожарных официально завершился. Команды разъедутся по домам, чтобы продолжить свою благородную миссию – спасать человеческие жизни. Но ровно через год они вновь соберутся в Бобруйске, чтобы написать новую историю дружбы, которая не знает границ. Максим Кемель, Максим Галенка. Итоги недели. Разобраться в начислениях станет проще. Работники бюджетной сферы уже в следующем месяце получат расчетники нового образца. Что изменилось, смотрите в нашем традиционном дайджесте. Если умножить ее на свой тарифный разряд, получится сумма оклада. Изменения коснутся более 800 тысяч работников. В Беларуси утвержден план перехода на экоупаковку. В ближайшие год-два будет введена залоговая система обращения тары. А это значит, вместо пластика максимально будут использовать другие материалы, такие как бумага и стекло. При этом с 2021-го общепитие перестанут подавать блюда в одноразовой посуде из полимеров, получат распространение технологии производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья. Суммы в финансиях на оплату коммуналки могут быть уменьшены, если поставщик услуг сделал это некачественно. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Беларуси. В ведомстве пояснили, грязная вода, отсутствие электроэнергии и перебои с теплом – основные причины, по которым жировки для населения могут похудеть. А тем исполнителям, которые оказали услуги, некачественно грозят штрафные санкции. Такой подход будет более справедливым. Для тех, у кого с услугами все в порядке, квартплата вырастет, но не более чем на 5 долларов. Минимум 250 станций обезжелезования построят в Беларуси в этом году. А это значит, что еще 100 тысяч жителей будут обеспечены качественной питьевой водой. За ближайшие пять лет проблема чистой H2O должна быть полностью решена. В некоторых районах страны до сих пор фиксируют повышенное содержание железа. Для здоровья опасности это не представляет. Однако жители жалуются на ржавые налеты, на сантехники, неприятный запах воды и оттенок. Православные отмечают один из главных праздников – Крещение Господне или Бога Явления. Накануне вечером в Крещенский сочельник в храмах страны прошли службы. А после некоторые верующие по традиции оконулись в так называемой Иордане. Тем временем возле церкви выстроились очереди за водой. Дорогие наши православные христиане, жители города Бобруйска, поздравляем вас с этим прекрасным торжественным праздником Крещения Господа нашего Иисуса Христа. Желаем, чтобы Господь оберегал вас, чтобы Господь помогал во всех нуждах ваших, чтобы Господь был в каждом доме. И, конечно же, Господь, Он хочет быть в сердце каждого человека, хочет быть в доме каждого человека, но для этого его надо туда пустить, для этого надо захотеть самому, чтобы Господь был рядом с нами. Всем вам желаем помощи Божией, многое блага и лето. Праздники уже позади, однако время волшебства продолжается. На этой неделе в рамках благотворительного марафона «Согреем детские сердца» еще 250 маленьких бобручан стали чуточку счастливее. Музыкальную сказку и новогодние сладости подарили ребятам в стенах областного театра. О том, как выглядит счастье Анастасия Шевцова. Несмотря на завершение республиканской акции «Наши дети», в регионе продолжается благотворительный марафон «Согреем детские сердца». Масштабное движение в помощь детям из малообеспеченных, многодетных и неполных семей проводится в области уже восьмой год. Праздник для маленьких бобручан городу помог организовать Белорусский детский фонд. Мы сегодня имеем еще одно подтверждение тому, что действительно чудеса под Новый год обязательно должны быть. Они должны принести радость тем ребятам, кто, наверное, в силу каких-то обстоятельств, немножко лишен этой радости в своем детстве. В этом году одной из главных целей марафона стал сбор средств на создание комфортной среды в Бобруйской детской больнице. Благодаря спонсорам и неравнодушным людям поставленная задача была выполнена. С этой прекрасной новостью поздравили представителей учреждения здравоохранения, вручив денежный сертификат. Очень приятно, потому что марафон проводился в преддверии замечательных праздников, Рождества и Нового года, в которые принято вообще всегда поздравлять и дарить подарки детям и взрослым. И здесь как раз получается подарок для детей, которые лежат на лечении в нашей детской больнице. В рамках благотворительного марафона 250 мальчиков и девочек на этой неделе стали зрителями красочного мюзикла «Бременские музыканты». Со сцены областного театра для ребят прозвучали не только знакомые каждому хиты знаменитой мультипликации, но и современная классика. Каждый в зрительном зале с удовольствием пританцовывал макарену и хлопал в такт «Уилл рокю». После музыкальной постановки маленьких зрителей ждал еще один не менее приятный подарок – карамельки, шоколадки и леденцы в красочных коробочках. Стать участником важного дела может каждый. Марафон продолжится вплоть до 31 января. Все собранные средства распределятся на важные социальные объекты области и на помощь нуждающимся, в том числе сиротам и детям-инвалидам. Реквизиты для пожертвований можно найти на сайте boberlife.by. Анастасия Шевцова, Максим Галенка. Итоги недели. Ливни с грозами постепенно смещаются в сторону штата Новый Южный Уэльс. Тем временем в штате Виктория продолжает гореть лес. Об обстановке в Австралии и не только смотрите прямо сейчас. Пострадавшие от пожаров австралийские штаты затопило. Синоптики отмечают, таких ливней в пригороде Мельбурна не было последние 8 лет. В некоторых районах Сиднея объявлено штормовое предупреждение. Осадки продлились до конца недели, но власти страны не питают иллюзии, что январская гроза положит конец затянувшейся с октября засухе. Но надеются, что они помогут хотя бы взять под контроль лесные пожары, жертвами которых стали более 30 человек и свыше миллиарда животных. В 2019-м воды Мирового океана нагрелись до рекордных температур за всю историю наблюдений. Это говорит об ускорении глобального потепления. По словам профессора из Миннесоты, прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. Эти изменения чреваты более сильными засухами, пожарами, бурями и высыханием целых континентов. Нагревание океана влечет штормы, а также нарушает круговорот воды. Исследователи считают, что к концу столетия уровень воды в океане будет выше примерно на метр. Это приведет к перемещению 150 миллионов человек по всему миру. Американская Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на «Оскар» в числе претендентов на лучший фильм «Девять кинолент». В их числе «Джокер», «Кролик Джорджо», «Форд против Феррари», «Брачная история», «Ирландец», «Однажды в Голливуде», «Маленькие женщины», «1917-й» и «Паразиты». В категории лучших актеров рассматривают Антонио Бандераса, Леонардо Ди Каприо, Адама Драйвера, Хоакина Феникса и Джонатана Прайса. На лучшую актрису претендуют Синтия Ириво, Сирша Ронан, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Террен и Рене Зельвегер. 92-я церемония вручения самой престижной кинонаграды состоится в ночь на 10 февраля. В этом году вручение кинопремии вновь пройдет без ведущего. Модный дом «Луи Виттон» приобрел один из самых крупных в мире алмазов. Его масса – 1758 карат. Темный алмаз, который весит около 352 граммов, был добыт канадской горнодобывающей компании в Боцване весной прошлого года. Его стоимость – около 50 миллионов долларов. Покупка позволит французскому модному дому усилить позиции на рынке ювелирной продукции класса люкс. Романсы о возвышенных чувствах и преисполненные отвагой песни о героях войны. 101 год назад родился известный бобручанин, талантливый композитор, народный артист Беларуси Владимир Аловников. Имя великого музыканта уже 23 года прославляет детская школа искусств номер 2. Ученики и преподаватели отмечали юбилей своего вдохновителя на протяжении всего прошедшего года. Завершился большой праздник торжественным концертом на сцене областного театра. Творчеством композитора в исполнении одаренной молодежи насладились и наши корреспонденты. Пьесы-сюиты, романсы, симфонии, сонаты, музыка – неподвластное времени. Сто лет назад на Бобруйской земле родился талантливый композитор Владимир Аловников. В жизнь белорусов он вошел с подзывными отечественного радио. «Родима моя дорогая!» Каждое утро миллионы жителей просыпались под мелодию его песни. 15 января знаменитые строки доносились и со сцены областного театра. «Родима моя дорогая!» Детская школа искусств номер 2, которая носит имя Владимира Аловникова, к празднованию юбилея композитора подошла основательно. На протяжении всего года на городских площадках не стихали произведения автора, а воспитанники школы со всем старанием исполняли его песни. Каждое музыкальное мероприятие посетил и сын знаменитого отца – Игоря Аловников. Это были концерты в стенах нашей школы. Это был большой отчетный концерт на сцене Дворца искусств города Бобруйска. Это был, конечно же, заключительный концерт творческого проекта, который получился таким большим совместным с участием Модилевской городской капеллы под управлением Сергея Лещенко, который состоялся в театре. В рамках 100-летнего юбилея в стенах школы прошел и конкурс юных пианистов имени Аловникова, который впервые получил статус республиканского. Среди 120 участников со всей страны одними из лучших стали и воспитанницы школы. Лиза и Настя Кожан – лауреаты первой степени в номинации «Фортепиано-ансамбль». Несмотря на юный возраст, сестры не раз становились лауреатами высших степеней и на международных конкурсах. Таких высот маэстро достигли благодаря упорству и старанию. А еще хотели исполнить мечту. Моя мечта была – это сыграть, научиться играть с Настей в четыре руки. Ну и как, исполняется мечта? Да, уже исполнилась. Впереди у одаренных ребят школы Аловникова еще немало побед, достижения которых им помогут не менее талантливые преподаватели. Кто знает, может они превзойдут своего вдохновителя. Ну а уже 16 января знаменитому земляку исполнился бы 101 год. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Мария Бересневич. До встречи и хорошей рабочей недели. Субтитры создавал DimaTorzok